я вас приветствую меня зовут евгений ковальчук и вы на канале веб-дев канале посвященном веб разработки и всему что с ней связано добро пожаловать в очередной урок посвященный особенностям и возможностям языка typescript и в сегодняшнем видео мы с вами разберем такое понятие как декораторы декораторы эта возможность typescript по добавлению аннотаций и мета программного синтаксиса для объявлений классов и функций для примера воспользуемся уже знакомым вам классом user ничего необычного те же свойства то есть имя и возраст и метод генерации пароля кстати те кто смотрел курс на канале по мог x помнят что в нем мы уже работали с декораторами наверняка вы запомнили их синтаксис и способ применения к экземплярам класса если же вы слышите о декораторах первый раз то запомните по сути декоратор это обычная функция она может быть прикреплена к объявлению класса методу аксессору свойству или параметру по сути декораторы оборачивают декорируемую сущность и модифицируют ее поведение и опять же небольшая отсылка к паттернам проектирования в курсе мы рассматривали эту тему и если вы смотрели урок то скорее всего вы должны понимать этот механизм и вы будете смеяться но на экране вы видите начальную реализацию декоратора да пока что она ничего не делает и ни к чему не применена но это мы исправим есть одно простое правило в качестве единственного аргумента функция классового декоратора должна принимать конструктор декорируемой сущности на экране вы можете видеть полную реализацию декоратора для класса то есть у нас есть декоратор log класс он будет принимать конструктор класса и выводить его в консоль для того чтобы применить декоратор достаточно поставить знак собачки и написать имя декоратора таким образом в консоли мы получим соответствующий вывод конструктора здесь важно запомнить что если декоратор класса вернет значение то он заменит объявление класса с помощью предоставленного конструктора именно поэтому в нашем декораторе я ничего не возвращаю если говорить в общем то существует четыре основных типа декоратора класса свойства метода и аксессора имя соответствует тому какому конкретно месту применен декоратор и первый тип мы уже рассмотрели следующий тип который мы разберем это декоратор свойства во первых в класс юзер я добавил свойство secret и его тип число именно к этому свойству я применяю декоратор log property а во вторых log property на этот раз принимает уже два аргумента первый это таргет по сути это прототип класса которому применяется декоратор второй это property key это имя поля которому применяется декоратор обращаю ваше внимание на то что тип этого поля либо строка либо символ и это логично так как только эти значения могут использоваться для ключей объекта и точно так же этот декоратор либо возвращает на алл либо дескриптор свойства если вернуть дескриптор то он будет использован для вызова метода object define property следующий тип декоратора это декоратор метода и так для начала я применяю декоратор log метод публичному методу get pass сам же декоратор на этот раз принимает три аргумента target прототип класса property key имя метода и так как декоратор у нас применяется к методу то появляется дополнительный аргумент дескриптор у которого есть специальный тип property дескриптор и точно так же как и декоратор свойства данный тип декоратора может вернуть либо на алл либо дескриптор свойства последний тип декоратора это декоратор аксессора то есть декоратор для геттеров и сеттеров и здесь все по аналогии с обычными методами то есть применяем декоратор ксет или гет декоратор принимает те же самые три аргумента и возвращает либо на алл либо дескриптор отлично с типами декораторов разобрались теперь давайте разберем такое понятие как фабрика декораторов фабрика декораторов это функция которая возвращает выражение и которая будет вызвана декоратором во время исполнения программы в общем виде она выглядит следующим образом как вы можете видеть здесь нет ничего сложного вместо того чтобы просто написать декоратор мы создаем дополнительную обертку над ним из функций сама функция конкретно в нашем случае может принимать некое значение с типом any это значение она может применить во внутри декоратора а вот уже сама функция фабрика должна возвращать декоратор и так для примера мы используем класс user к свойству которого применяем фабричный декоратор enumerable он свою очередь принимает булевое значение в нашем случае это false и передает его в декоратор при вызове этого декоратора будет изменено свойство enumerable дескриптора свойства и опять же если вы не знаете что такое enumerable а также смутно представляете свойства writeable и configurable то на канале есть соответствующий урок ссылка на него также будет в описании и последнее что мы сегодня разберем эта композиция декораторов до этого момента мы всегда применяли только один декоратор в действительности в тайскрипп разрешается применять по несколько декораторов и это называется композиция на экране вы можете видеть синтаксис использование нескольких декораторов они либо будут писаться в одну линию либо каждый на своей существуют следующие шаги при вычислении нескольких декораторов на одном объявлении сначала выражение для каждого декоратора вычисляется сверху вниз затем результаты вызываются как функции снизу вверх и давайте рассмотрим небольшой пример у нас есть два декоратора которые создаются с помощью фабрик декораторов first и second и обратите внимание что внутри фабрики и внутри декоратора стоит консоль лог внутри фабрики мы трекаем обращение к ней внутри декоратора соответственно его вызов после чего мы применяем два наших декоратора классу и если заглянуть в консоль то мы увидим примерно следующий результат сначала у нас происходит вызов первой фабрики затем вызов второй фабрики после чего мы вызываем сначала второй декоратор а затем первый то есть выражение для декораторов вызывается и вычисляется последовательно сверху вниз а результаты затем вызывают декораторы снизу вверх вот что из себя представляет механизм работы композиции декоратора и в целом это все что я планировал вам сегодня рассказать весь год из видео вы как обычно найдете в гитхаб репозитории ссылка в описании не забывайте поставить лайк если вам понравился выпуск и нажать колокольчик чтобы не пропустить выход следующего увидимся пока